ВОРОНИХА ПОРАВНО 30. Жила-была на свете королева, и была у нее маленькая дочка, которую еще на руках носили. Случилось однажды, что дитя расшалилось, и что не говорила ей мать, она не унималась. Это очень сильно раздосадовало королеву, и так как много воронов кругом замка летало, то она открыла окно и сказала в раздражении, Хоть бы ты в ворона обратилась да улетела, так мне бы, по крайней мере, покой был. Едва только она произнесла эти слова, как ее дочка обратилась в ворониху и прямо с рук ее вылетела в окно. Полетела она в дремучий лес и долго там оставалась, а родители ее ничего о ней не знали. Зашел однажды в тот лес прохожий молодец, услышал, что ворон его кличет, и пошел на голос. 6Когда он подошел поближе, ворониха сказала ему,:"Я по рождению королевна, и меня заколдовали, но ты можешь меня от чар избавить. 9Что же я должен сделать для этого? 9А вот, ступай глубже в лес и увидишь избушку, а в ней старушку, которая будет тебе предлагать и еду, и питье, но ты ничего не принимай. 9Если что-нибудь съешь или выпьешь, то на тебя нападет сон и ты меня уже не сможешь избавить. 9В саду, позади избушки, большая куча хворосту, на ней должен ты стоять и меня ожидать. 9Три дня сряду я буду туда приезжать в два часа по полудню в повозке, которая сначала будет запряжена четырьмя белыми жеребцами, 9потом четырьмя рыжими, и наконец четырьмые черными, но если ты во время моих приездов будешь спать, а не бодрствовать, 9то я не буду избавлена от чар". 9Прохожий обещал все исполнить по ее желанию, но ворониха все же сказала,:"Ах, уж я знаю, что ты не избавишь меня от чар, 9ты что-нибудь примешь от этой старухи". 9Тогда он еще раз обещал ей и, действительно, не хотел прикасаться ни к чему, ни из еды, ни из питья. 9Когда же он вошел в избушку, старуха подошла к нему и сказала,:"Ах, ты бедненький, какой ты изморенный, иди-ка да подкрепись, поешь и попей". 9Нет, — сказал прохожий, — я ничего не хочу ни есть, ни пить. 9Но она от него не отставала и сказала, — Ну, уж если есть не хочешь, так хлебни разок и стаканчика, один раз не в счет. 9Вот он и дал себя уговорить и попил. 9В два часа по полудни вышел он в сад и хотел выждать приезда Воронихи. 9В то время, как он там стоял, он вдруг почувствовал такое утомление, что не мог себя преодолеть и прилет немного отдохнуть, а спать ни в каком случае не хотел. 9Но едва он вытянулся на траве, как глаза у него сомкнулись сами собою, и он заснул, да так крепко, что ничто на свете не могло бы его пробудить. 9Ровно в два часа приехала Ворониха на четверке белых коней, но она была уже глубоко опечалена и говорила, — Я вперед знаю, что он спит. 9И когда она пришла в сад, то, действительно, увидала его спящим. 9Она вышла из повозки, подошла к нему, стала его звать и трясти за плечо, но он не проснулся. 9На другой день около полудня старуха пришла снова и принесла ему еду и питье, но он ничего не хотел принимать. 9Однако же она не дала ему покоя и уговаривала его до тех пор, пока он не приложился к стакану. 5Около двух часов пошел он в сад, на то же место, собираясь ожидать Ворониху, и вдруг опять почувствовал такое большое утомление, 6что на ногах удержаться не мог. 9Он не мог совладать с собою, должен был прилечь и погрузился в непробудный сон. 9Когда приехала Ворониху на своей четверке рыжих коней, она была уже глубоко опечалена и сказала, 9'Я вперед знаю, что он спит!" 9Подошла королевна к нему, будила его изо всех сил, но разбудить его было невозможно. 2На другой день старуха стала его спрашивать, почему он ничего не ест и не пьет или он хочет уморить себя голодом? 9Он отвечал, 0'Я не хочу и не могу ничего не есть, не пить!" 9Однако Жанна поставила перед ним блюдо с кушаньем и стакан вина, и когда он почуял запах всего этого, 9то не мог противиться желанию и отхлебнул большой глоток из стакана. 9Когда пришло время, вышел он в сад на то же место и стал ожидать королевну, но усталость сказалась еще сильнее, нежели в предшествующие дни, 9он лег и так крепко заснул, словно окаменел. 9В два часа приехала ворониха на четверке вороных коней и в черной повозке. 9Она была в полном сокрушении и говорила, 9'Я уже вперед знаю, что он спит и не может меня освободить от чар! 9Подошла она к нему и видит, что он крепко спит. 9Она его трясла за плечо и звала, но пробудить была не в силах. 9Тогда она положила около него хлеб, кусок говядины и поставила бутылку вина, и он мог всем этим питаться сколько угодно, а ни хлеб, ни мясо, ни вино в бутылке при этом не убывали. 9Затем сняла она золотое колечко с пальца и надела на палец ему, и на том колечке было вырезано ее имя. 9Сверх всего этого она положила тут же письмо, и в нем объяснила свойства данных ему даров, а также и добавила, – вижу я, что ты меня здесь не можешь освободить от чар, 0а потому приходи в Золотой Штромбергский замок, зная наверное, что это вполне от тебя зависит. 9Дав ему все это, она вернулась в свою повозку и поехала в Золотой Штромбергский замок. 9Когда молодец проснулся и да убедился в том, что он долго и глубоко спал, то опечалился и сказал, – ну, видно, она уши, точно, проехала, 0и я ее не мог избавить от чар. 0Тут заметил он рядом с собой еду и вино, которое она около него положила, и прочел письмо, в котором излагалось, как все произошло и куда направилась королевна. 9Тогда он тотчас собрался в путь и пошел, намереваясь пробраться в Золотой замок Штромберг, но не знал, где тот замок находится. 9И долго-долго бродил он по белу свету, пока не пришел в дремучий лес, и шел тем лесом две недели сряду, и все не мог из него выйти. 8Случилось однажды вечером, что он, почувствовав большое утомление, прилег в том лесу под куст и заснул. 9На другой день пошел он далее, и вечером, когда опять собирался прилечь под кустом, услышал такой вой и жалобные крики, 6что сон у него вылетел сразу из головы. 9И когда наступило время, в которое обыкновенно зажигают в домах свечи, он вдруг увидел как будто свечечку, мерцавшую в темноте, 9точас поднялся и пошел на огонек. 9Таким образом подошел он к дому, который казался невелик только потому, что перед входом в него стояла великанша. 9Вот и подумал он про себя, если прямо в дом войду, меня заметит эта великанша, и легко можно за этой жизнью поплатиться. 9Однако все же решился и вступил в дом. 9Увидев его, великанша сказала, 9вот и хорошо, что ты пришел, потому что я давно уже не ела, а теперь тобою и поужинаю. 9- Оставь эти мысли, – сказал молодец, – даром съесть себя я не дам, и коли ты есть хочешь, так у меня найдется, чем тебя накормить. 9- Если ты правду говоришь, – сказала великанша, – так можешь быть насчет себя спокоен, ведь я хотела тебя съесть только потому, 6что нет у меня ничего другого в запасе. 7Вот сели они за стол, и молодец вынул свой запас хлеба, вина и мяса, который никогда не истощался. 9- Не дурно! – заметила великанша и наелась в волю. 9Затем молодец спросил у нее, не знает ли она, где стоит золотой замок Штромберг. 9- А вот посмотрю на своей ландкарте, на ней все города, деревни и поселки обозначены. 7Притащила ландкарту, стала искать на ней замок и не нашла. 9- Это пустяки! – сказала она. 8- Наверху у меня есть ландкарты побольше этой, на них поищем! 9Но и там искали напрасно! 9Добруй молодец собирался дальше идти, но великанша попросила его еще два денника обождать, пока вернется ее брат, 8отправившийся на поиски съестного. 9Вернулся и брат домой, и его Анне спросил насчет золотого Штромбергского замка, и тот отвечал, 9- А вот поем досыто, так поищу на карте! 9После еда пошел с ними в свою комнату, искали все вместе на его ландкарте и не могли сыскать, вытащил он затем и другие, старые, карты, 9и на них они продолжали искать, пока не нашли замка, но оказалось, что до него еще остается много тысяч верст пути. 9- Как же я туда дойду? 9- Спросил молодец. 9А великанша сказала ему, у меня есть два часа времени, так я тебя снесу туда, поближе к замку, а затем опять должна домой поспешить, 9кормить грудью ребенка нашего. 9Она снесла молодца на такое расстояние, что тому осталось всего сто часов пути до замка, и сказала, 9- Остальной путь можешь и сам пойти! 9- И повернула домой. 1А молодец пошел вперед и шел день и ночь, пока не дошел до золотого замка Штромберга. 8Но этот замок стоял на стекленной горе, и заколдованная королевна то ездила вокруг замка в своей повозке, то въезжала в замок. 9Увидев ее, молодец обрадовался и хотел к ней по горе наверх взобраться, но при каждой попытке влезть на гору соскальзывал вниз с ее стекленных скатов. 9Увидев, что не может к ней взобраться, он запечалился и сказал про себя, 9- Я останусь под горою и здесь буду ее ожидать! 8Построил себе хижинку и жил в ней целый год, и каждый день видел, как королевна ездила вокруг замка, а сам никак не мог к ней добраться. 9И вот однажды увидал он из своей хижины трех разбойников, которые дрались между собою. 9Он и закричал им, 9- Бог в помощь! 9Они было приостановились при этом возгласе, но, никого не видя, стали опять драться, и дрались жестоко. 9Он и вторично крикнул, 9- Бог вам в помощь! 9Опять они приостановились, огляделись кругом и, никого не видя, продолжали драться. 9Тогда он в третий раз крикнул, 9- Бог вам в помощь! 9И подумал, 9надо посмотреть, что они задумали сделать! 9Вышел он к ним и спросил, из-за чего они дерутся. 9Один из разбойников сказал ему, что нашел такую палицу, что о какую дверь не ударь, всякое разлетится вдребезги, другой сказал, 6что нашел плащ-невидимку, третий сказал, что поймал такую лошадь, на которой можно было всюду проехать, хоть на стеклянную гору взобраться. 9Вот и не знали они, как им быть, всем ли сообща владеть этими тремя диковинками или разойтись и каждому владеть своею. 9Тогда Молодец сказал им, 8Эти три вещи я могу у вас выменить, хотя денег у меня и нет, но есть вещи, которые дороже денег стоят. 9Но я предварительно должен испробовать все ваши диковинки, чтобы знать, правду ли вы мне о них сказали. 8Разбойники посадили его на лошадь, дали ему и плащу по лицу, и когда он все это получил от них, то стал невидимым. 9Пользуясь плащом-невидимкой, Молодец стал им наносить удар за ударом и крикнул, 9- Ах вы, живодеры! 5Вот вам по заслугам! 9Довольны ли вы? 9Затем он поднялся на стеклянную гору и, подъехав к замку, нашел его запертым наглухо, ударил по лице в ворота, и ворота рассыпались. 9Вступив в замок, он поднялся по лестнице вверх в самую залу и увидал свою красавицу за столом с золотым кубком вина. 9Но она не могла его видеть, потому что на нем был надет плащ-невидимка. 9Подойдя к ней, он снял с пальца данное ею кольцо и бросил его в кубок так, что она звякнула. 9Тут она воскликнула, это мое кольцо! 9Значит, тут же должен быть и мой Избавитель! 9Стала всюду искать по замку и не находила его, а он тем временем вышел, сел на лошадь и скинул с себя плащ-невидимку. 9Как вышла королевна к воротам да увидала его, так и закричала от радости. 5Он сошел с коня и взял королевну на руки, а она его поцеловала и сказала ему, 9- Теперь ты меня избавил от чар, и завтра мы станем праздновать нашу свадьбу! Спасибо за просмотр и просмотр! Продолжение следует...